Решение единогласно принято. Этот вопрос пусть и значился в повестке как дополнительный, все же стоял особняком. Увеличение доходной части бюджета это всегда празднично, а когда их почти полмиллиарда, воспринимается не иначе, как предновогодний подарок, причем всем жителям города. Предлагается увеличение доходной и расходной частей бюджета на 417,5 миллионов рублей. В том числе 297,3 миллиона рублей за счет дополнительных поступлений межбюджетных трансфертов, из которых 102,8 миллионов рублей на организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов, 60 миллионов рублей на приобретение специализированной коммунальной техники, 54 миллиона рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Тратить народные избранники будут разумно в интересах жителей города. На полмиллиона рублей, например, обустроят подход к остановке улицы строителей. Еще на 52 миллиона закупят дезинфицирующие средства для школ. В общем, ни по одной из позиций вопросов у особо активных депутатов не возникло. А вот при организации МУПов высказались практически все. И даже аргумент о том, что так обязывает сделать федеральное законодательство, мало кого убедил. Из 15 действующих сейчас 8 предлагается акционировать, а это один из механизмов приватизации, 3 преобразовать в ООН. То есть из 15-11 предприятий попадают под нож оптимизации. Громкие заголовки, впрочем, были разбиты главным доводом. После смены формы управления 100% акций всех компаний по-прежнему будут у городской администрации. И голосовать народным избранникам предлагалось не за сиюминутные изменения, а, можно сказать, за направление в развитии. Никакого решения сейчас принципиально не принимается. Мы утверждаем то главное направление работы, которое нам предлагает администрация. По каждому предприятию он подробно рассмотрен, почему такая форма, что это предприятие делает, есть ли какие-то другие пути реорганизации. Решение о векторе развития в итоге было принято простым большинством голосов. Это была последняя сессия в уходящем году. Его итоги подвела Юлия Рокотянская. Мы сами рассмотрели более 250 решений. В это непростое, сложное время я хочу вам выразить признательность. Мы максимально были в полном составе. Мы не прошли мимо ни одного вопроса, который был представлен и разобрали четко на всех комитетах. У нас не было ни одного непроведенного комитета, либо думы за весь этот период времени. Я считаю, что вся работа совместно с администрацией города Рязани была проведена слаженно, четко и конструктивно. Конечно, в преддверии наших праздников, Нового года Рождества, я хочу искренне всем вам, вашим близким, нашим жителям города Рязани от вашего лица пожелать в первую очередь здоровья, единомыслия, уважения друг к другу. Подумать о единомыслии у народных избранников времени будет достаточно. Следующая сессия 11 января. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания, Город.